Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Университетский хронограф» и я, его ведущая, Анастасия Майорова. Прошедшая неделя университетской жизни была полна интересными событиями. О наиболее ярких мы сейчас и расскажем. Сегодня в выпуске. Знакомство первокурсников с историей университета. Сохраняем культурные традиции русского народа. Выигрыши даже начинающий. Совсем недавно в стенах исторического факультета студенты познакомились с историей нашего университета. На квесте первокурсника «Школа Максимовича». А о том, как это было, расскажет Наталья Федорова. В этом году первокурсники начали свой год не только с учебной деятельности, но и с изучения истории нашего университета. Центр студенческих инициатив и профсоюз провели тематический квест первокурсника «Школа Максимовича» в честь 150-летия ТВГУ. Открытие квеста состояло в здании исторического факультета не просто так. Первокурсники окунулись в прошлое и примерили на себя роль учениц «Школы Максимовича». Приятно, что ребята смогли довести до конца свою идею, потому что разрабатывался он еще полтора года назад. Сегодня у нас семь тематических станций, на которых первокурсники смогут прикоснуться к прошлому. Команды первокурсников на несколько часов окунулись в прошлое Тверского государственного университета. Активисты подготовили станции, которые представили собой школьные дисциплины, такие как естествознание, арифметика, гимнастика и даже космология. Это станция арифметики. На ней мы показываем ребятам, какие задачи решали на уроке арифметики ученицы в «Школе Максимовича». Данные задачи взяты из учебника как раз-таки в «Школу Максимовича». Студенты должны решить задания модераторов за определенный промежуток времени. А по прохождению они получали оценки. Все как в «Школе Максимовича». На самом деле нет какого-то этапа, который мне вообще не понравился. Вот сейчас с каллиграфическим уклоном этап классный был и про историю Твери тоже. Целью мероприятия было не только просвещение ребят и знакомство с историей университета, но и развитие навыков работы в команде, с чем наши студенты справились на отлично. В завершение участники квеста поблагодарили активистов за интересные мероприятия и новые знания, которые они смогли почерпнуть от модераторов станции. Все команды получили сертификаты за участие, а победителем квеста стала команда филологического факультета. Познакомились с историей университета Наталья Федорова и Алексей Горобий. С Новым годом, друзья! Нет, мы не ошиблись с датой. Действительно, 14 сентября в Русской Православной Церкви отмечается праздник, посвященный наступлению Нового года. Студенты ТВГУ приобщились к древним традициям и узнали об истории праздника на фольклорном фестивале в селе Васильевское, где побывал и наш корреспондент. В 12-й раз в Тверской области прошел фестиваль Новолетия, посвященный празднованию Нового года по церковному календарю. В этот день православные христиане просят Бога о даровании благословения на начавшийся год. Петр I ввел новый гражданский календарь, согласно которому год начинался с 1 января. Однако богослужебные тексты и традиции, связанные с новолетием, не исчезли, сохранились до наших дней. И одноименный фестиваль тому доказательством. Наш коллектив с клубом «Сеятель» связывает очень давняя дружба. Мы периодически участвуем в мероприятиях, которые проводит этот клуб. И в частности, вот этот фестиваль. Нам он очень нравится. И когда у нас появляется такая возможность, мы обязательно в нем участвуем. Это уже не первый фестиваль с нашим участием, но первый именно в этом месте. И правда, при участии и поддержке местных жителей в этом году новолетие впервые проходит в селе Васильевское. Неподалеку от большой древней церкви расположились стенды с тематическими изделиями ручной работы, медом и спелыми яблоками, а также площадка с реконструкторами и самый настоящий балаган с веселым петрушкой. Это хорошая подача истории. Это не скучно, когда ты сидишь учебник, читаешь, а тут ты можешь потанцевать, прочувствовать это все. Эта история намного лучше. Особенностью фестиваля является то, что он призван познакомить с русской народной культурой современную молодежь. Именно поэтому на празднование новолетия приехали студенты многих учебных заведений Твери, в том числе и нашего ТВГУ. Ребята не только участвовали в развлечениях, но и внесли свой вклад в организацию праздников в качестве волонтеров. Я, получается, помогала организовывать фестиваль, то есть подготавливала площадку, собирала мусор с девочками, ну и потом работала в палатке на продаже. Мне очень понравилось выступление народных, народников, и очень понравились народные игры. Также только что я была на площадке, где мне посчастливилось пострелять из самострела. Это было очень незабываемо. Русскому человеку даже плохая погода не помешает отметить такой чудесный праздник, как новолетие. Анастасия Багрова и Алексей Гороби специально для университетского хронографа. Студенческая жизнь не стоит на месте. Впереди нас ожидает насыщенный учебный год. Об этом расскажет ректор ТВГУ Людмила Скаковская. Она же ответит на волнующих многих вопрос, касающийся дистанционного обучения. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Добрый день, уважаемые универтые. Я слышала, что для вновь поступивших ребят какие-то новые правила, условия для обучения в этом году предусмотрены. Вы знаете, я не слышала. Скажу вам честно, о чем говорят? Что за новые правила? Вроде бы как то ли какие-то санкции, то ли наоборот какие-то преимущества тоже из-за пандемии, из-за того, что недочеты какие-то в образовании бывают. Поэтому какие-то привилегии, возможно, для поступивших, поступающих. Вы знаете, у нас пока нет такого количества больных, чтобы закрываться, уходить в дистант. И преподаватели, и студенты, и особенно родители студентов рады, что обучение идет в обычном формате, в формате, к которому мы привыкли. И, конечно, если будут заболевшие, то в таком случае мы работаем по принципу на 14 дней, опять же, по установленным правилам Роспотребнадзора, группа выходит в онлайн формат. Но, тем не менее, все эти вопросы решаются. Они были решены еще в прошлом году и в позапрошлом году. Проблемы никакой не будет, я думаю. То есть мы как учились, так и учимся. То есть даже пока что нет никаких весомых причин для того, чтобы в будущем переходить на дистант, потому что московские учреждения многие все равно переходят. Мы не знаем, как сложится ситуация в стране, в нашем регионе конкретном, но пока в университете спокойно. Я также слышала, что непривитых студентов не пускают в общежитие. Правда ли это? Нет, это неправда. У нас и на сайте, и везде в университете все прекрасно знают, что прививка – дело добровольное. Мы можем только рекомендовать ее сделать, а человек, особенно взрослый человек, решает сам. Он хозяин своей судьбы, своего здоровья и своей жизни. Но, однако, могу сказать, что 82% преподавателей уже сделали прививку. У нас в университете организовано, достаточно четко проходит вакцинация и преподавателей, и студентов. У нас три пункта медицинских, и спасибо докторам. Они приезжают в университет и на базе наших медицинских кабинетов прививают и преподавателей, и сотрудников, и студентов. Естественно, только добровольно. Но вот, к сожалению, я думаю, что очень многие преподаватели, вовремя не сделавшие прививку, переболевшие, думаю и делятся таким мнением, что они бы лучше прививку сделали, чем так тяжело болели. Почему 82%? Остальные просто переболели, и они не могут сделать прививку сейчас, на данный момент. Спасибо большое вам за ответы на вопросы. Спасибо. В спортивном комплексе имени Султана Ахмерова традиционно состоялся фестиваль «Спорт плюс универ». На нем побывало больше сотни человек, спортсменов, зрителей. И, конечно же, не мог остаться в стороне от этого события и наш корреспондент Кирилл Салимов. Погода стояла самая неприятная из всех возможных. Но, к счастью, ФОК имени Султана Ахмерова пустил наших студентов в свои стены. Так что ничего не помешало спортсменам показать свой уровень, а зрителям посмотреть на состязания. Сегодня наиболее такие приоритеты – это, конечно, молодежь, студенты. Это спортивное сооружение именно направлено в основном для них. Мы готовы здесь предоставлять для проведения уроков физической культуры, в том числе и университета. Мы будем рады этому. Реактор ТВГУ Людмила Скаковская вручила награды спортивным командам университета. Абонементы на посещение спорткомплекса получили мужские и женские команды по футболу, волейболу, шахматам и даже киберспорту. Так держать, ребята! Ждем от вас больших побед! После торжественного открытия фестиваля и заводного выступления сборной ТВГУ по чирлизингу начались состязания. Представители 14 факультетов определяли лучших в четырех командных видах спорта и шести индивидуальных. Настоящий спортивный праздник. И каждая победа давалась нелегко. Только что вы победили в перетягивании каната. Благодаря чему? Да, все было напряжено. Счет по партиям получилось 2-1 в нашу пользу. Было очень тяжело. Они нас поначалу давили, но у нас задача была перестоять. Тверская область традиционно славится спортивными талантами. На недавней Олимпиаде в Токио, к примеру, тверетянка Василиса Степанова взяла серебро в гонках распашных безрулевого. И это закономерно, потому что спорт в регионе активно развивается. С переменным успехом, конечно, но уж на месте точно не стоит. Тверской государственный университет успешно поддерживает этот вектор развития региона. В том числе и такими массовыми мероприятиями, как «Спорт плюс универ». А участвовать в этом сможет каждый из нас, вступив в спортивный клуб «Атлант». Вступить в «Атлант» стоит, потому что здесь можно попробовать себя в разных видах спорта. Можно попробовать себя в качестве спортсмена, в качестве организатора. Это раз. Второе – это большое сообщество активных, неравнодушных людей. И третье – это возможность участвовать в мероприятиях, проявлять себя и ездить по России. А мы, Кирилл Салимов и Алексей Горобий, рады были рассказать о самом спортивном мероприятии нашего любимого университета. Ну а сейчас обратимся к проректору ТВГУ Наталье Сердитовой. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна. Какие события ожидают нас в ближайшее время? Здравствуйте, Анастасия. Мероприятий у нас, как обычно, довольно много. О некоторых из них я сейчас расскажу. Напоминаю, что в пятницу стартует лагерь «Актива» в детском центре «Компьютерия». 28 сентября в Институте экономики и управления пройдет конкурс на лучшую группу. Приходите болеть за наши группы. 29 сентября – последний шанс, когда можно записаться и пройти прослушивание в вокальную студию «Пазл». И 30 сентября на филологическом факультете пройдет фестиваль талантов. Мы ждем вас на наших мероприятиях. Ну а что о погоде? Каковы прогнозы? Погода нас пока не сильно радует. Стоит такая, скорее, ненастная погода. И обусловлена это такой циклонической депрессией. Надо сказать, что атмосферное давление продолжает понижаться и будет понижаться вплоть до воскресенья. То есть своего такого минимума достигнет в субботу 741 мм тутного столба. И все дело в том, что по западной границе нашего региона проходит очень мощный циклон. Он проходит действительно по западной границе и нас сильно не касается. Поэтому осадки такие интенсивные, как вот были на этой неделе, нас не ожидают. Но, тем не менее, до понедельника зонтики не забываем с собой брать. Температура воздуха в дневные часы в пятницу и в выходные плюс 10, плюс 11 градусов. Ночные столбики термометров из-за плотной облачности не будут сильно понижаться. Плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер до начала недели будет в южных направлений. Усилится в пятницу до 6 метров в секунду. Потом стихнет до 4. А вот в воскресенье инициатива в плане погоды в нашем регионе перейдет в восточный периферии антициклона скандинавского происхождения. Соответственно, ветер у нас изменит свое направление на северное, северо-восточное до 5-6 метров в секунду. При этом осадки будут небольшие и лишь локального характера. Но и солнышко, к сожалению, пока много не предвидится. Будет облачно с прояснениями. Начало недели в дневные часы плюс 10, плюс 12 градусов. Ночные плюс 5, плюс 6 градусов. Атмосферное давление в воскресенье довольно стремительно будет расти. И вот с 741 миллиметра тутного столба вырастет до 756, а соответственно ко вторнику до 761 миллиметра тутного столба. Не бывает плохой погоды, бывает неправильная одежда и неправильное настроение. Поэтому я всем нашим телезрителям желаю отличного, хорошего настроения и ближайших, хороших выходных дней. С вами Тверской государственный университет. Увидимся. Спасибо, Наталья Евгеньевна. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok